Состояние дорог после зимы притча во языцах. Уже только ленивый не говорит про вторую российскую беду и не ругает дорожных рабочих. Между тем, ремонт идет. Наша съемочная группа выехала в Чебоксарский район и увидела, как восстанавливается один из сложных участков. Этот участок дороги Вятка был построен более 10 лет назад. И в течение 10 лет здесь не проводился капитальный ремонт дороги. Естественно, она пришла в негодность. И здесь появились, например, вот такие ямы. Это одна из самых небольших. Ремонтная организация решила не ремонтировать ямы, а проводить ремонт вот таких больших участков. И ремонтники обещают, что в течение 4 лет ни они, ни водители не будут обращать внимания на этот участок дороги. Она будет в нормальном состоянии. На этом участке в 15 километров дорожники работают с конца марта. В день удается отремонтировать в среднем километр. Именно из-за того, что не латают ямы, а закрывают большие участки дороги. Ежедневно здесь работают две бригады. Мы ремонтируем в Чувашии по нескольким технологиям. Это, значит, вот как здесь традиционная технология. Это горячим асфальтобетоном погода позволяет, технология позволяет. В более такие тяжелые периоды проводим ремонт литым асфальтобетоном. Всего в Чувашии ремонтом занимаются 4 подрядные организации. Как только погода наладилась, все вышли на дороги. В дорожном хозяйстве есть понятие – ненормативная яма. Если повреждения дорожного полотна не вписываются в параметры 60 сантиметров в длину, 15 в ширину и 4 в глубину, то ее должны заделать в течение суток. Ямочный ремонт – это необходимая мера для обеспечения безопасной эксплуатации дорог. Но одним только ямочным ремонтом, к сожалению, дорогу не спасти. Тем более, если на дороге проходят межеонные сроки ремонта. 4 года на верхний слой покрытия. 20 мая все организации должны закончить ямочный ремонт. Дальше их ждут участки, где нужно проводить капитальную реконструкцию полотна. Министерство транспорта и дорожного хозяйства сейчас пересматривают систему аукционов. В апреле месяце практически закончатся конкурсные процедуры по определению подрядчиков на работы по ремонту дорожного покрытия на этот год. Но с этого года мы хотим вообще поменять систему и определять подрядчиков по ремонту на следующий год уже в этом году. Для того, чтобы в межсезонье, осенью, зимой наши подрядчики уже знали объемы на следующий год и смогли по наиболее оптимальным ценам закупаться расходными материалами. Сейчас в приоритете капитальный ремонт тех магистралей, где он не проводился давно. Один из таких – участок автодороги «Аниш» и в рейсе «АллатР». Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.